всем огромный привет я приступаю к пошиву одеяла из старых пальто давайте сделаем это вместе размер моего одеяла стандартный метр сорок на 2 метра масштаб макета который сейчас буду рисовать две клеточки это 10 сантиметров в этот раз я хочу использовать не прямоугольники не кирпичики как в прошлом одеяле и в позапрошлом и вообще во всех других и делах а квадратики 20 на 20 сантиметров можно взять 10 на 10 можно взять 15 на 15 но тогда не будет ровной точной стыковки 10 на 10 мне не хочется заморачиваться если честно это как-то слишком мелко а 20 на 20 вот как раз то что нужно всего квадратиков не нужно будет 70 штук и теперь на этом этапе мне нужно понять каких пальто остатков пальто я буду нарезать в наличии у меня есть а то что слева пальто моего брата то что справа пальто жены моего брата выглядит она немножко стремненько потому что после стиральной машины я уже все перестирала чтобы нарезать свои квадратики так у меня вот картонка есть 20 на 20 сантиметров и начинаем выкраивать детали сложно в данном случае потому что у пальто очень много рельефов а эти рельефы отстрочены и пришлось эти от строчки убирать и потому если у вас есть возможность выбирать пальто для утилизации берите такое где меньше всего рельефов или же для себя понимаете что придется поработать и еще пальто это желтое которое я не ношу она висит у меня я его пыталась как-то перешить ничего мне не получилось так что пойдет на одеяло превосходно будет и остатки от пальто максмара пошив который совсем недавно был на канале тоже пущу их вход вообще заготовка деталь для пошива одеяла занимает больше времени чем сама сборка этого одеяла будьте к этому готовы даже иногда понадобится видите сшивать даже на швейной машине где расходится швы потому что цельных квадратиков достаточно мало приходится сделать их из кусочков после того как я нарезала свою пальто я вчера вечером для наглядности решила поиграть вот в такие квадратики и вот смотрите что я думаю я думаю что у меня будет тетрис то есть сейчас я буду играть тетрис я ребенок 90-х и тетрис это была моя любимая игра и мне показалось что я в этом одеяле не буду соединять бежевый цвет который я все-таки нарезала использую буду в следующем одеяле а сейчас я сделаю двухцветное одеяло где черное даст темно-серое это будет фон а желтая это будет сами фигурки которые падают сверху и которую нужно правильно укладывать чтобы в этот тетрис не проиграть вот примерно вот так я вижу свое одеяло хочется какого-то акцента я решила добавить квадрате голубого а голубой я возьму со своего другого пальто первого которое когда-то шила очень давно она сейчас совершенно не актуального кроя также с рельефами но пальто я пока трогать не буду пока буду использовать вот этот остаток ученический на котором я училась делать карману рамку когда ходила на курсы по технологии онлайн и сразу появился акцент и цвета заиграли согласны и так нужно посчитать сколько мне нужно квадратиков тех или иных цветов 18 желтых один голубой и 51 черный ну или темно-серый для того чтобы закрывать стыки моих деталей мне понадобится бейка бейка правда подалевой или поперечной и сейчас я хочу показать как ее сделать просто вот у меня есть ткань это хлопок и у этой ткани есть рисунок геометрический то есть мне не нужно разлинувать ее и осталось только правильно ее соединить и в данном случае смотрите вот там где серая это кромка я ее срезала и по поперечной выровняв по рисунку я соединяю края при этом оставляю ту ширину беги которая мне нужна в данном случае это вот до мелованной засечки 3 сантиметра ну а далее дело за малым разочушиваю припуск и начинаю нарезать бейку ориентируясь по рисунку в данном случае вот вдоль полосочек конечно можно так не заморачиваться пойти в фурнитурный магазин купить бейку но к сожалению по поперечной бейки я не видела продаются хлопковые ленты но я посчитала это оказалось как-то дорого я решила раз уж у меня есть ткань раз уж я как бы способна и потрачу на это ну пусть больше там времени пусть три часа но сделаю свою бейку но в какой-то момент когда я нарезала я поняла что боже мне же ее нужно еще заутюжить и на этом моменте я все бросила и побежала в магазин в данном случае рядом со мной есть такой швейный мир и нашла там себе помощница это специальное приспособление для заутюживания бейк от фирмы прим и несмотря на то что это приспособление рассчитано на бейку в готовом виде 12 миллиметров бейка которая уже нарезала шире у меня все получилось я считаю что это такая помощница но вот как я раньше без нее жила я очень довольна что я ее себе приобрела кроме бейки мне еще понадобится обратная сторона ну будем говорить изнаночная какая-нибудь ткань в данном случае у меня вот такая вот шерсть тонкая которая мне была прислана когда-то в подарок от моей подписчицы из италии эта шерсть не годится для пошива одежды она уже ну скажем так где-то там в дырочки и так далее поэтому мне пришлось добавить латки но для идеала вот то что нужно и хорошо драпируется и легкое и при этом шерстяное полотно здесь у меня утеплитель шерстина пахнет шерстью невероятно я прекрасно понимаю что у него ну достаточно большой процент натуральных шерстяных волокон наверное 50 а может быть даже и 70 процентов приступаем к сборке это самый мой любимый момент выкраиваю шерстины также размером 2 на 140 и начинаю выкладывать свои квадратики по той схеме которую я уже ранее вам показывала смотрю на телефон то есть я заранее сфотографировала чтобы потом там не бегать и по памяти не вспоминать и этот процесс как вы видите происходит очень быстро быстро потому что я владею программа монтажа и ускорила это все конечно в 20 раз но понадобилось мне в реальном времени 12 минут нужно принять на полу максимально удобную позу если вообще такая может быть и я булавочками прикалываю как бы фиксирую все три слоя мою тоненькую шерсть утеплитель и соответственно самые яркие детали этого процесса это нужно просто зафиксировать ну можно вообще их не фиксировать скорее всего я могу не фиксировать потому что шерстин он цепляется и хорошо держит ничего не ездит но тем не менее я вот для вас покажу как это можно сделать теперь беру свою бейку и начинается самый сложный и муторный процесс иголку с ниткой и сквозь три слоя мне кто-то спрашивала что я три слоя прошиваю в прошлом видео да три слоя с одной стороны с другой стороны так быстрее мне кажется суть в том чтобы просто вот прихватить а на швейной машине потом я уже конечно же все надежно зафиксирую в данном случае в отличие от моего прошлого одеяла вот эти пальтовые ткани не такие рыхлые не такие сыпучие как видовые соответственно я думаю что шить их будет намного проще да и вот приметывать это конечно процесс ни одного часа возможно даже для кого-то ни одного дня поэтому старайтесь не знаю где-то найти так место чтобы это все могло лежать на полу никто через него не ходил и не спотыкался после того как я приметала бейку по короткой стороне я стала приметывать и вдоль одеяла по длинной честно сказать когда шила переживала что бейка собьет рисунок и идея тетриса она потеряется но мне кажется не потерялась а что думаете вы какое ваше мнение следующий этап не такой муторный как предыдущий пристрочить вот эти вот беечки которые мы с вами переметали даю строчку вот максимально близко к краю потому что смотрите видите не везде оно держится наметка я буквально чуть-чуть прихватила теперь я максимально стараюсь ткань под беечку спрятать чтобы в дальнейшем при использовании одеяла и вообще во время стирок все не повылазили эти мои квадратики и не превратились не понятно что дошла я до середины одеяла но это такой самый сложный момент в плане продвижения одеяла под швейной машиной скручиваю вот так вот в ролл и все в принципе очень неплохо проходит после того как я все отстрочила осталось совсем немного чуть ли не последний шаг это окантовать бейкой в данном случае она у меня 7 сантиметров шириной мое одеяло с одной стороны и противоположной стороны я уже одеяло закрыла бейкой видите какая она широкая и теперь когда я тут уже с той стороны обработала я обрабатываю этот срез каким образом пришила бейку с одной стороны у бейки заутюжен припуск вот так вот утюжком сюда загнула тут тоже край загнула и все смотрите все теперь у меня будет закрыто аккуратно осталось лишь приметать а этот срез я именно примет его не прикалываю чтобы у меня пришилось все очень хорошо с обратной стороны будет шов и он будет виден на желтых моих квадратах меня это совершенно не беспокоит он будет вот как вот здесь так будет и вот здесь ну как бы я сильно не заморачиваюсь это же я не пальто шью на какое-то изделие это одеяло и чем больше швов тем лучше в общем пришиваю здесь на машине потом сажусь вытягиваю всю наметку особенно вот с этих вот бейк где я прошивала обязательно проверить чтобы ни один срез квадратика не выглядывал если вдруг где-то так случилось когда вы пришивали выглядывает разобрать шов и закрыть бейкой переделать ну что ж одеяло мое готово вот так вот оно выглядит вблизи ну будем говорить что это изнанка принт вафельный это лицо я его не взвешивала но на экране сейчас напишу сколько оно весит мне прям само интересно но не сильно тяжелое и такой момент мне очень многие пишут что что они загорелись и сшить себе тоже одеяло но из джинса вот я не рекомендую из джинсы сшить одеяло это будет тяжело джинс не настолько пластичный как к примеру пальтовые ткани шерстяные из джинса очень классно сшить покрывало которое вы будете использовать там не знаю на стулья какие-то накидки на диваны и так далее но не одеяло одеяло лучше сшить из пальтовых тканей во время записи этого видео приехала ко мне в гости мама она будет сегодня это одеяло тестировать я уверена что под ним она точно не замерзнет и наверное я подарю это одеяло своему брату и его семье он не хотел давать свое пальто как-то вот эта память для него была он женился в этом пальто я думаю что пусть вещи которые мы уже не будем носить из которых мы выросли как физически так и морально которые уже устарели пусть они на нас работают вот в таких вот изделиях и для меня очень больной вопрос когда мне задают зачем я это делаю если же это можно купить суть не в деньгах а в том чтобы вторично использовать вещи которые нам уже не нужны и жили себя в нашем гардеробе но будут служить нам еще годы вот в таких замечательных одеялах надеюсь вы получили вдохновение если вам понравилось это видео поставьте лайк и встретимся в моих новых роликах всем пока а